Итак, ребята, всем привет. Находимся на рынке. Наша задача найти лекарства. Что нам скажет эта милая женщина с этими шрамами на лице? Мой сын так сильно изменился. Доктор Зигфрид сделал всё, что мог, но мой мальчик до сих пор отказывается смотреть в зеркало. Может быть, доктор сможет помочь Люси? Ты разговаривал с ним? Почему окно закрыто? Он должен быть уже начать приём. Курт, я слышала про сына Зигфрида и брата Клауса. Как же тяжко и беспросветно, но всё это скоро закончится, иначе и быть не может. Надеюсь, однажды ты принесёшь хорошие новости о моём Грегоре. Он тоже пропал? Курт, я рассказывала Клаусу и его братья. Точно правильно поступила? Новость его подкосила, он совершенно разбит. Зачем я ему рассказала? Это я во всём виновата. Но я хотел поблагодарить тебя, Курт, за то, что ты сказал нам правду. Эй, Курт, рад тебя видеть. Сегодня я тут последний день, завтра отправляюсь обратно. Хенриетта рассказала мне о брате. Поверить не могу, что его больше нет. Я теперь страшно беспокоюсь о своей семье, но у нас же всё будет хорошо, правда? Идём искать листочки пока. Момент, я уже пришёл. Я не могу поверить, что от моего сына остался только мундир. Курт, рад тебя снова видеть. Из-за войны нам всем приходится нелегко. По крайней мере, у Йонаса были достойные похороны благодаря тебе, Курт. Йонас покинул нас, но твоя дочь всё ещё жива. Вот эта травка должна помочь. Завари её в кипятке и дай Люси выпить настой. Так, мы пока её брать не будем. Мы ещё попробуем. Сегодня мы пациентов не принимаем. Я больше так не могу, я этого просто не вынесу. Да, все разбиты и подавлены. Курт, мы не станем с тобой играть, ты никогда не проигрываешь. А с канадцем будете играть? Я не хочу больше сражаться, никаких больше ружей. Пожалуйста, господи. Прости, Курт, мама не разрешает мне раздавать хлеб без хлебных карточек. Через эту дверь лучше не входить, поверь мне. Ага, да, потому что, видимо, зашёл и потерялся. Напился, точнее. Ангельские женщины, интересно. Эй, Курт, ты в порядке? Ты же знаешь, что тебе туда нельзя. Ага, интересно. Я глазам своим не поверил. Та самая кошка до сих пор жила у Курта. Она часто сидела на крыше и охотилась на голубей. Не всё успел прочитать, конечно. А я не туда же тебе указал, кошка, что ж ты делаешь. Офигеть, она летает. Мяу. По-любому, с крыши можно будет какой-нибудь листочек ещё скинуть. О, я же говорил. Давайте подберём, пока я не забыл. О, ничего себе, не увидел. Ну, чё тут бумажек-то можно понаходить. Так, за кошку. Может, ещё чего-нибудь скинем. Так, с какой стороны... А, во, господи, что я не увидел-то. Берём. Так, прыгай, дорогая. Ну, давай, оп. Ничего себе. А, так мы отсюда и пришли. Сейчас мы обратно вернёмся. Так, эти крыши мы осмотрели. С этой крыши, по-моему, только вниз уже можно спускаться. Так, тут точно никакой бумажечки не завалялось. По-моему, нет. По-моему, нет. Ну-ка, может, есть что-нибудь есть? Что мы не увидели сразу? О, да. Хм, городок в Альпах. Мы потом ещё фоткать пойдём. Окошко вниз не может спустить? О, ох, ох, ох. Вижу, вижу. Не могу поверить, что бы моего сына остался. Через неделю у него был бы день рождения, он был слишком молод, чтобы идти на войну. Так, а куда листочек у нас кису уронило? У нас Курт начинает... Ой, фу, Курт этот. Не Курт, я постоянно забываю его имя просто. Курт доверил мне хлебную карточку, но жители городка отнестись ко мне без особого дружелюбия. Ты, уходи. Убирайся из моего сада. Убирайся из моего сада. Ну-ка. Убийца. Класс. уходи паски фон ты тут я был на точно так давайте по лестнице залезем наверх посмотрим что там но вот не зря как рисунок семьей собрали по утрам я хожу в школу после обеда я иду в учебный зал после этого я возвращаюсь домой и делаю уроки я люблю учиться мне нравится изучать английские буквы я так горжусь собой когда иду по улице со своим подселем я буду учиться ничё мы тут сколько не нашли поезд с ранеными вообще не нашли ни одной как же они так эти листочки ныкают что вот блин реально не находишь просто пополовину зачастую пойдемте в этот бордель зайдем еще тогда ну ка они с нами будут играть в карту что тут у нас это военнопленный канадец просто невероятно красавчик правда не говори так эдит это же враг убийца убийца или нет но он все равно симпатичный вот и все что я хочу сказать это немецкая хлебная карточка не твоя давай-ка сыграем в игру фрида ты прекрасно говоришь по-английски если ты победишь получишь еду проиграешь отдашь свою карточку будешь играть давайте отлично клади карточку на стол не забывайте действует так как договорились что он у нас выиграл что-то херовы договорились пошли нафиг старые кошелки чудесно он победил не повезло тебе крестенок нет у нас еды вот старый чтоб он а что ты здесь делаешь выметайся так что незаметно нужно пробовать ну ладно хорошо хлебная карточка у нас осталась одна буханка как раз для тебя я наконец отыскал буханку хлеба еду для курта и его семьи о слушайте мы же за ко а я не знаю поскольку за кошку спуститься так бы я за кошку туда бы зашел мау 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 а туда она не хочет уже прыгать Она, по-моему, чисто только по крышам тут может гонять. Я не знаю, как кошку спустить. Ладно, пойдемте растения заберем. Ну, я еще раз попробую туда зайти. Еще разик, пытай шкодную. Что за место такое интересное? Что происходит? Что это сейчас было? Полоса снизу, кстати, не пропадает почему-то. Что-то диалог заглючил, видимо. А теперь, Курт, прошу прощения, я бы хотел побыть один. Удачи, мой друг. Позаботившийся о лекарстве для Люси, я мог, наконец, помочь Гарри. И тогда Курт показал мне, что он задумал. Похоже, он решил смастерить воздушный шар. Тогда я почти понятия не имел зачем, настоящий воздушный шар, и он хотел, чтобы я ему помог. И он хотел мою помощь. Я надеялся, что Курт знает, что делает. Я надеялся, что Курт знает, что делает. Ммм, короче, зеленые штуки тебе надо найти, да. Эй, что ты там делаешь? Ах ты старая. А ему, ну, Курту-то можно, наверное? Убеспокойся, Курт, я легко управляюсь даже без твоей помощи. Сломал. Все будет хорошо. Так, вот вижу еще. А, я, видимо, только этот не может собирать. Ммм, странно. Ну, что вообще написано? Ткань для воздушного шара, ну да, я все правильно понял, что эти зеленые лоскутки нужны сырой. Эй, не знакомец, зачем тебе птица? Так, надо. Так, эти сплетницы ушли, хорошо. Ну, странно, конечно. А, все. Сейчас, раз он отошел оттуда, я попробую еще раз подойти подобрать эту штуку. Не хочет брать, а? Интересно. Неужели мне наверх лезть? Просто странно. Типа, мы до этого могли свободно туда залезть, а сейчас стол поставили. О, зеленая тряпка. Хм, вот ее я смог подобрать, а тут не могу. Может, кошка нам как-нибудь поможет? Кстати, где она? Все еще наверху. Да. Киса наверху. О, я так и думал. Эй! Наконец-то верно распахнуло свои двери. И как раз вовремя Куту нужна была бочка. Но я не был уверен, впустят ли меня. В конце концов, я был для них врагом. Да, ну в таверну тебя уже не пускают. Мы разобрались с этой таверной. Я думал, что это склад какой-то просто. Хм. До войны у меня не было проблем со сном, а теперь есть. А тут пути назад нет. Я тебя не отпущу, Оскар. Ты слышишь? Ты никогда больше туда не вернешься. Мама, расслабься. Мы проведем вместе целую неделю. Рад снова тебя видеть, Курт. Надеюсь, Лисю уже лучше. Представить себе не могу, на что это похоже, жить не имея возможности защитить родных в такие времена. Визианин таверной очень любил поговорить, а Курт умел слушать. Это был идеальный отвлекающий маневр. Ну и что ты чувствуешь дома, когда оказался Курт? Говорят, что с войны человек возвращается другим. Это правда? Курт, у тебя усталый вид. Скажи, ты высыпаешься? Тебе следует отдохнуть. Представить себе не могу, на что это похоже, жить не имея возможности защищать собственных детей. В такие времена я радуюсь, что у меня нет семьи. Завсегда ты и постояльца таверны, вот моя семья. Считай себя моим братом. Ну и что же ты чувствуешь? Ага, понятно. Он одно и то же говорит. Что, реально здесь ни одной бумажки нет? Рауз! Ой, это из-за того, что я бутылку уронил. Как они взяты-то? Как они взяты-то? Как они взяты? Как они взяты? Она реально взяты. Я не могу себе представить, как это так, если он не может защитить своих детей. И я рад, что я не имею ввиду. И я рад, что у меня нет семьи. Мои гостики, они мои родители. Ты как мой брат, Курт. Ты как мой брат, Курт. Я слышал это от твоей маленькой Луци. Курт. Я больше не активен. Курт, он не активен. Он был очень сильным. Он полностью ухват. Как ты чувствуешь? Вновь снова в доме? Да. Это рабочий, конечно. Не забывайте, когда вы... Я тогда понятия не имел, что происходит. Не знал, зачем Курт понадобился воздушный шар. Сколько я его не расспрашивал по дороге домой, он не отвечал. Лишь показывал на небо. Так все и произошло, Катрины. Я принес из городка кучу вещей. Я хотел помочь человеку, которого считал героем. Вдруг вернуть ему долг за то, что он спас мою жизнь. И за то, что прислал мне планы союзников. Не хотел смастерить для него воздушный шар. Хотел отправить его домой. Подарить ему свободу. Я не хочу улучшить его. Голоки, да. Что это? Голоки. Похоже. До встречи с Куртом, я считал, что немцы способны только убивать. Должно быть, из-за истории, которые мне рассказывали. Для моих соотечественников он был злодеем-гуном. Но в то же время он был любящим мужем и отцом. А еще он был моим другом. Но я слишком быстро доверился канату, слишком поспешно решил, будто он мне друг. Теперь я понимаю, каким дураком я был. Да ладно. И как сильно я ошибался. Так, и что это произошло между ними? Курт хотел смастерить воздушный шаг. Мне казалось, он делает его для меня. Для меня. Субтитры сделал DimaTorzok Так, ну окей, это я все видел. Ммм, воздушный шаг, окей. По-моему, мы это читали. Неисповедимые пути господни. Гарри попал в плен, и его пристали работать ко мне на ферму. Я попытался его об этом расспросить, но даже если он и понял мои вопросы, то я не сумел разобрать ответов. Я не знал его языка, а он моего. Однако, его намерения мне ясны, и этого достаточно. Мы решили поселить Гарри в старой комнате Макса. Идея принадлежала Катрине, я согласился. Если Макс вернется, мы найдем Гарри другое место. Но до тех пор пусть будет так. Не хочу, чтобы комната Макса стояла пустой. Я знаю, что мои односечания вряд ли примут Гарри, но я буду его защищать. Я многим ему обязан, а в конце концов он прислал мне секретные планы союзников, и тем самым спас мою жизнь во второй раз. А в первый раз он спас меня, когда я угрожал ему оружием. Все же он хороший человек, гораздо лучше, чем я. Ой, камеру повернуло, и они назад начали идти. Что-то случилось. Моя дочь никогда так не кричала. Она не устраивала истерик по пустякам. Папа! А где, соответственно, женщина, жена? Папа! Папа! Да ладно, я так и думал. Гарри! Тогда мне показалось, что произошло что-то ужасное, и что ей была нужна моя помощь. Я представить себе не мог, что сделал что-то не так. Мысль мне даже в голову не шла. Блин, я так и думал, что вот что-то вот такое вот. Так, сейчас мы быстренько все усмотрим. Ну, подожди, подожди. О, бля, я выйти не могу. Городок в Альпах. Немножко, так сказать, сбавим нотку трагизма. Альпы — это огромная горная цепь. На некоторых участках Альпов шли ожесточенные бои между Италией и Францией. Но кое-где было тихо и спокойно. Например, в Швейцарии, которая не участвовала в войне. Учитывая это, можно было сказать, что военнопленным и солдатам без серьезных ранений даже повезло. Ведь они находились в безопасности. Война для них фактически закончилась. Поэтому, чем дольше шла война, тем насторожнее относились к военнопленным и солдатам, которым посчастливилось получать легкие ранения. Тут, блин, две лестницы. Вон еще. Немецкое письмо. Текст письма. Милая моя, спасибо за письмо. Недавно я получил открытку от Беи. Чувствую я себя не очень хорошо. Для солдата на передовое отступление все равно, что бегство. Чтобы спаси собственную шкуру. 8 октября нам снова пришлось отступать. Адский артиллерийский обстрел. Кругом томми, танки, самолеты. Сейчас я еду с обозом и пишу отчет о последней операции. Эту позицию мы будем удерживать еще несколько дней. А потом мне снова придется полагаться на удачу и на мои длинные ноги. Такая же здесь жизнь. Мы провели на фронте последние 14 дней. Нас возят в грузовиках, перебрасывая с места на место. Туда, где мы нужнее всего. Пока люди не начинают валиться от усталости. Я покрыт грязью с головы до ног. А борода у меня отросла, как у Барбароссы. В 6 часов утра 8 октября враг перешел в наступление. Дым, газ, взрывы повсюду. А потом по нам снова открыли огонь из пулеметов. Отчего-то у меня было легко на душе, когда я шел через этот адский огонь. Смерть и погибель. Осколок снаряда разорвал мне сапог. Жаль только, что он не оторвал мне ногу. Так сильно они болят от непрерывного бега. И так сильно надоели мне Томми, которые преследуют нас по пятам. Я утешаюсь тем, что долго это продолжаться не может. Когда все закончится, ты станешь моей невестой. У нас будет с тобой уютное гнездышко, совсем как у ласточек. Я знаю, что ты всегда мечтал открыть собственную лавку. Я уже ни о чем не мечтаю, но часто думаю о тебе. Когда я вспоминаю о тех, кто оставил дома, становится грустно. Трудно мечтать, когда каждый день видишь такие ужасы. Наверное, я последний остался в живых из нашего старого отряда. Но я уверен, что дотяну до конца войны. В ближайшее время от меня больше писем не будет. Я ничего не могу с этим поделать. Это письмо отвезет тебе мой товарищ. Так что я передаю тебе привет и целую. Письмо висподписи. Ага, то есть там держать надо. Посмотрите, эти штуки все еще крутятся. Ну ладно, побежали, а то я и так уже хожу, занимаясь ерундой. Еще бумажки. Нет, наверное, там бумажка может была бы. Ну ладно. Это он, это он, это мой сын, ты понимаешь? Это он, это мой сын. И ты сделал этот снимок, ты был там, он мертв, ты убийца. Труд! Ты мертвец! Что, ударит Гарри? Ох, это, наверное, лишнее было. Я-то что-то, блин, что я в самом деле-то... Может, не стоило его бить? Так, секунду, я не хочу бить Гарри. Я-я-я-я недоволен этим решением. Ой, так сейчас, наверное, порядком тут переигрывать придется. Черт. О, хотя мы сейчас знаете, что можем сделать. Мы можем, соответственно, поподнять ту штуку и посмотреть, что будет. Заодно сейчас посмотрим, что тут еще подобрать можно вдруг. Что пропустили. Нет, здесь во дворе ничего нету. Ну, каждый раз фотографировать Курта, я не знаю, наверное, не круто. А, блин, он не сохранил бумажки, которые я нашел. Печально. Так, мы собрали немецкое письмо и городок в Альпах полностью. О, вот это мы не подбирали. А, нет, городок в Альпах мы собирали. Так, ну и сейчас покрутим эту штуку. Вообще, если бы мы реально не полностью сделали снимок тогда. То есть это же вообще самое начало игры, блин. Там переигрывать, будь здоров. Здесь, к сожалению, ничего нету. Блин, только зря парились. Ну, ладно, сейчас мы только не будем бить Гарри. Я, наконец, запомнил. Запомню, как его зовут. О, круто. Так. Не будем убить Гарри. Не заслужил он этого. Я был как удивлен как Кур. Я был так же удивлен, как Кур, я даже не знал, кто такой Макс. Похоже, что на фотографии сына переломка. Один момент, и он изменился в лице. Мы даже не успели ничего понять. На следующее утро он быстро собрал вещи и снова отправился на войну, забрав с собой множество моих снимков. Германия интересует только решающее наступление на Западном фронте. Они думают, что способны взять Париж. Но я шел на войну не ради Парижа. Совершенно случайно судьба вновь свела меня с Францем, которого я не видел после Вими. Франц был рожден для войны, хладнокровный и отстраненный. Он смотрел на том, как на докудшливых насекомых. Раньше я этого не понимал, но теперь все изменилось. Он будет надежным союзником. Он согласился помочь мне таскать человека на фотографии. Так все и случилось. Курт ушел. А я остался достраивать воздушный шар. Я понятия не имел, справлюсь ли без помощи Курта, но я должен был хотя бы попытаться. Риск был велик, но я не хотел до конца своей жизни жить в Германии. Тем более, что в Канаде меня ждала Джулия. Июнь 1918 года, пять месяцев до перемирия. Но тут я, наверное, начну с загария. Поэтому я решил достроить воздушный шар. Других дел у меня все равно не было. Я всегда был благодарен Катрине. Даже после всего, что случилось, она разрешила мне остаться. Возможно, ей просто не хотелось быть одной. Не знаю. Я помогал ей, как мог. И со временем мы привыкли к такой жизни. Я помогал ей, как мог. И со временем мы привыкли к такой жизни. Ну, конечно, да. Это полная жесть. Я в самом начале думал, что это реально Макс. Но не был уверен, думаю, да вряд ли, что нам в самом начале покажут. А Курт ушел на войну. Ну, ладно. На этом мы закончим серию. На самом деле, тут осталось прям совсем немного до конца. Вот. Так что... О, листочек мы возьмем. Молодой солдат. Один из трех. И продолжим уже в следующей серии. Всем спасибо за просмотр. От Курта никаких вестей. Я стараюсь не переживать. Да, Курт пошел мстить. И продолжим в следующей серии. Всем пока. Продолжение следует...